Добрый день! Тема урока «Уральский экономический район». Сегодня на уроке вы познакомитесь с составом Уральского экономического района, особенностями ЭГП, природно-ресурсным потенциалом района, населением и его хозяйственной деятельностью. Название «Урал» знакомо каждому россиянину, и это неудивительно. Вот уже почти три столетия он играет выдающуюся роль в судьбах России. На разных этапах ее развития он поставлял стране важнейшую продукцию – пушнину, соль, разнообразные металлы, поделочные камни, оружие, всего и не перечесть. Однако получить однозначный ответ на вопрос «Что такое Урал? Нелегко». С точки зрения геолога Урал – это область складчатости. Физика-географ скажет, что Урал – это сравнительно невысокие, сильно разрушенные горы, протянувшиеся по меридиану от Карского моря до Казахстанских степей более чем на две тысячи километров. С позиции социально-экономической географии Урал – это Уральский экономический район, в состав которого входят две республики – Удмуртская и Башкортостан, четыре области – Свердловская, Челябинская, Курганская и Оренбургская и Пермский край. Уральский экономический район обладает выгодным экономико-географическим положением. Это обусловлено тем, что он находится на стыке европейской и азиатской частей России. Пересечение транспортных путей с запада России на восток, соседство с Казахстаном, близость к сырьевым базам азиатской части России, близость к центральной России. Мировую славу Уралу принесли его природные ресурсы, прежде всего минеральные. Академик Ферсман не случайно назвал его жемчужиной минерального царства, минеральным раем. Насыщенность Урала минеральным сырьем на единицу площади в два раза выше, чем в среднем по России. Здесь обнаружено более 5000 минералов и 15000 месторождений. Из 70 элементов – таблицы Менделеева, используемых в производстве, на Урале добывается 50. Природный потенциал Урала исключительный по разнообразию и сочетанию элементов. Распределение природных ресурсов по территории района неравномерно. Многие ресурсы Урала интенсивно эксплуатируются почти 300 лет. Поэтому неудивительно, что они сильно истощились. Сейчас здесь не хватает железной и медной руды, нефти, газа, угля. На ввоз сырья из других районов России расходуются огромные средства. Хозяйство Урала поэтому несет большие потери. Но вывод об оскуднении Урала преждевременен. Как это ни странно, геологический район очень плохо изучен. Его недры детально разведаны вглубь всего на 600-800 метров. Есть где развернуться и вширь, на север и юг. Урал заселялся пришельцами из Сибири и юго-восточных районов, начиная с ледникового периода. На западе и юге путь первым людям преграждали языки древнего ледника и смыкавшееся с ними Каспийское море. Позднее, благодаря пограничному положению Урала между Европой и Азией, его население формировалось очень своеобразно. Европа и Азия – это не только две различные части света, они очаги двух разных цивилизаций. Поэтому Урал испытывал за свою историю множество культурных влияний. В его развитие прямо или косвенно внесли лепту индусы и греки, китайцы и финны, угры и персы, арабы и скифы, булгары и тюркские племена, и, конечно, русские. Уральские горы легко преодолимы, но для массовых переселений народов они представляли серьезную преграду. Азиатские кочевники чаще всего огибали их с юга. Но некоторые племена все-таки пересекали хребет, начиная обустраиваться на его склонах. Благодаря разнообразию природных условий и ресурсов, многие обретали здесь вторую родину. Добавим к этому, что Урал – один из самых многонациональных районов России. Широтных волн переселения народов, захлестнувших Урал, было много. Поэтому и по сей день население Урала этнически очень пестро. Русские, хотя и составляют основу, 80% современного населения появились здесь только в XI веке. Дружины новгородцев периодически приходили сюда для сбора дани, в основном пушнины. С окончательным присоединением уральских земель в России после разгрома Казанского и Сибирского ханств растет и приток русских. Начинается русская колонизация Урала. Из-за многонациональности на Урале и поныне соседствуют несколько религий. Среди угорского населения исповедовались разнообразные языческие культуры. Среди народов Северного и Южного Урала, имевших наиболее тесные связи с русским государством, господствующей религией, стало христианство. Юг края более тяготел к Волжской Булгарии, поэтому здесь истари сильны мусульманские традиции. Что же представляет собой современное население Урала сейчас? Сейчас здесь проживает около 20 миллионов человек, из которых три четвертых это горожане. Урал всегда был и остается преимущественно промышленным районом. Насыщенность его промышленностью в три раза выше средней по России. Основа уральского хозяйства для взаимосвязанных межотраслевых, два взаимосвязанных межотраслевых комплекса, конструкционных материалов и машиностроительных. Старейшая отрасль района – это металлургия. Главные центры черной металлургии – Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Новотроицк. Руда своя, уголь, Кузбассов. Цветная металлургия. Выплавка меди, никеля, титана, цинка, алюминия. Главные центры – Медногорск, Каменск-Уральский, Челябинск. Ориентированы на руду и гидроэлектростанции. Не менее благоприятными были условия для развития на Урале производства химико-лесного комплекса. Урал – один из на основных в стране поставщиков минеральных удобрений. Прежде всего, калийных – Березники, Соликамск. В районе есть также предприятия содовой промышленности – Березники, Соликамск. Кокса, Березники, Губаха, Нефти, Уфа, Салават, Стерльтамак, Туймазы, Пермь, Газа, Оренбург и Лесохимия. Производство калийных удобрений ориентировано на собственное сырье. Хотя на Урале всегда производилось много металла, крупное машиностроение появилось только в советское время. До 1917 года здесь производилось менее 2% машиностроительной продукции России, в основном сельскохозяйственные машины. Сейчас по уровню развития машиностроительного комплекса Урал занимает 4 место в стране. В размещении машиностроения выделяется горно-заводская полоса с традиционными уральскими отраслями, тяжелое транспортное энергетическое машиностроение – это Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск. Подобная география объясняется тяготением предприятий к железнодорожным магистралям. Машиностроение пред Уралье и за Урале менее металлоемкое. Урал – крупный сельскохозяйственный район. По уровню сельскохозяйственного производства он делит второе и третье места с положением. Здесь выращивается одна шестая российского зерна, одна седьмая картофеля и овощей, значительное поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Главная специализация района – выращивание яровой пшеницы в южной степной части. Оренбургская область славится особой породой коз, из пуха которых изготавливаются знаменитые оренбургские платки. На юге района сконцентрирована пищевая промышленность – мука мольно-крупенная и мясная. На Урале накопилось множество разнообразных проблем, но без сомнения главная из них – тяжелая экологическая ситуация. По загрязнению окружающей среды Урал прочно лидирует среди районов Российской Федерации. На его долю приходится две пятых выбросов ртути и соединений хлора. 30% – в туристах соединений. Почти треть российских городов с наиболее загрязненной атмосферой находится здесь. Вокруг 20 уральских городов образовались рукотворные техногенные пустыни. Треть уральских рек вообще лишены биологической жизни из-за сброса неочищенных вод. Страдают и недра. Ежегодно извлекается более 1 миллиарда тонн горных пород, из которых 80% идет в отвалы. Их объем уже превышает полутора миллиардов метров кубических. Отвалы занимают огромные территории, загрязняют воду и воздух. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова